Привет всем! Сегодня я снова с вами. И сегодня хочу рассказать вам об идее того, что если правильно планирует свое время, то можно очень много успеть. Сегодня расскажу немножко о последних десяти годах моей жизни и результатах, которые я смогла сделать, и как я смогла это сделать. Многие меня спрашивают, как ты вообще сочетаешь семейную жизнь, ребенка с бизнесом, со своими интересами и так далее. Вот сейчас мне 28, скажу честно, чтобы в комментариях никто не спрашивал. В 18 лет я уже училась в американском сети Болгарии и планировала переезд в США. Когда я приехала в США, я поняла, насколько много всего еще можно дополнительное делать, и за это большая благодарность американскому вузу, потому что там очень много, как называется, extra curriculum activities. То есть я была избранницей своего класса в 4 года обучения. Я как sophomore, то есть это второй год института была избрана в правительство. То есть это как бы типа правительство на основе студенческих групп и так далее. То есть каждая группа или каждый класс студентов выдвигает человека, который будет их репрезентовать, как бы в парламенте. А вот это вот студенческое управление, это как в парламенте. То есть там мы голосовали, у нас был бюджет, мы проводили мероприятий, распределяли деньги между разными мероприятиями и группами и так далее. Также у меня был свой клуб Wise Wellness Club, который был направлен на здоровый образ жизни. Также я работала на двух работах, за которые получала стипендию. Я была Resident Advisor, то есть это человек типа вожака, который на своем этаже распределяет какие-то задания, делает тусовки для студентов и проверяет, чтобы они не дебоширили. Достаточно стрессовая работа, но за нее дают бесплатно на собственную комнату, я плачу полностью питание, по крайней мере в моем ВУЗе. Для меня это было актуально, мне нравилось жить одной, потому что у меня была достаточно напряженная и наполненная жизнь, мне хотелось спать, когда мне хочется спать, работать, когда мне хочется работать и приглашать себе друзей, когда я это хочу сделать. Потом я была Teaching Assistant, то есть я работала на профессора и мне платили почасовую зарплату, но на сегодняшний день прекрасно до сих пор помню, это было 8,5 долларов в час, то есть это минимальная плата труда. И я преподавала занятия за моего преподавателя и смотрела за домашним заданием студентов. То есть когда-то я его проверяла, там какие-то тесты, что-то было автоматизировано, что-то нужно было ручками смотреть, как они выполняют домашние задания. И конечно же давала консультации студентам, у которых есть трудности с домашним заданием. Это был вообще очень крутой опыт, потому что это опыт лидерства, потому что когда ты вожатый студентов, которые с тобой вместе учатся, они тебя знают лично и у тебя нет практически никакой, как называется, position power. То есть тебе власти никакой не дано. И ты должен развивать свою личную власть как бы на основе отношений для того, чтобы управлять ими. Но параллельно ты с ними учишься в тех же классах, то есть ты их не старше. У многих я была младше, потому что американцы больше идут в колледж, чем русские люди. И поэтому это достаточно сложная была задача, но это давало мне возможность развить лидерские качества. Это меня приучило к тому, что с 8 утра до 10 вечера я чего-то делаю. То есть у меня была планерта такая бумажная на тот момент, что не было айфонов. Я там планировала каждые полчаса, каждый час своей жизни. Но это было очень здорово, потому что когда я выпустилась из вуза с отличием, я поехала работать, я приехала на работу, я прихожу с 9 утра до 6 вечера. В 6 вечера я была свободна. Я не могла представить, что это такое, когда ты в 6 вечера приезжаешь домой, ты ужинаешь, даже если ты сам приготовил ужин, у тебя все равно в 7.30 ты свободен. И можно ехать в бар, в кино, в ресторан, гулять в парке, встречаться с друзьями. Я, конечно же, очень быстро нашла себе чем заняться. Занималась танцами, музыкой и так далее. Но очень быстро я нашла вторую работу как кульпатиную, потому что у меня была виза рабочая на год. Я решила, что нужно заработать как можно больше денег. Вдруг мне придется потом ехать домой, не хочу возвращаться с такими карманами. Я работала маркетологом с 9 до 6 вечера. И плюс я работала маркетологом на частную компанию строительную. Там делала им сайт, маркетинговые материалы. Немножко с клиентами работала. Это была как дополнительная моя работа. Я там вечерами чего-то делала. Но, естественно, успевала отдыхать. Ездила в Нью-Йорк много раз, в Вашингтон. Там посетила много музеев. Отдохнула на океане и так далее. Так прошел год после обучения. Потом я поступила в MBA. И первый семестр училась в университете в Ричмонд. Потому что я уже жила в Ричмонде. Мне показалось прикольным остаться там. Я получила сразу две стипендии в два разных университета. И поэтому я решила после первого семества перевести в университет в Тэмпо. Где я и доучилась полтора года своего MBA. Пока я училась в MBA, я также работала в Teaching Assistant. Это еще по-другому называется Graduate Assistantship. Что дало мне возможность бесплатно учиться в УЗИ. И плюс еще я получала стипендию 400 баксов в месяц. Что оплачивало аренду моей квартиры. То есть это было очень прикольно. Дополнительно я уже начала тогда школу английского свою. В которой я и работаю по сей день. Так вот. Жизнь была всегда насыщенная, веселая. Времени всегда было мало. Но когда у вас мало времени, вы находите как-то время еще и дополнительные задания. И после того, как я закончила MBA, я родилась дочь. Естественно, опять времени было мало. И тогда я в своей компании научилась нанимать хороших сотрудников и аутсорсить задачи. То есть прописывать задачи, чтобы многие вещи делали за меня. Как оказалось, если ты достаточно четко прописываешь задачи, то выполнение стоит дешево. И какая-то сложная задача распиленная на маленькие кусочки и распределенная в сумме своей стоит дешево, а продать ее можно дорого. Потому что вы выполняете целый комплекс услуг, целую большую какую-то проблему решаете. И по сей день я стараюсь нагружать себя. Я успеваю с утра отвезти дочку в детский сад, потом поработать за своей компанией, даже провести несколько занятий, потом фитнес, или салон, или встреча с друзьями, или обед в кафе, как я сейчас буду делать. Андрей, поздоровайся с моими подписчиками. Это Андрей Платонов. Он учредитель компании MyLove и также один из моих менторов, который помогает мне развивать бизнес. Мы сегодня с ним обедаем, чтобы он научил меня аму разуму, как правильно дальше развиваться. Это очень важно, потому что когда вы хорошо планируете свое время, вы можете очень много успеть быстро развиваться. То же самое, я думаю, можете делать вы. Я уверена, что в вашем дне есть очень много таких карманов, таких задач, которые пожирают ваше время. Это какие-то вещи, как бы называются inefficiencies в бизнесе. То есть где вы что-то делаете, но это делаете не продуктивно. То есть вы тратите очень много времени. Подумайте, какие задачи вы можете сейчас выписать. И подумайте, вот за сколько денег я могу попросить, что кто-то за меня это делал. Сейчас с сайтов очень много, которые позволяют это делать. Также выпишите те задачи, которые вы пытаетесь сделать, но у вас для них не хватает знаний и информации. Обычно, когда вы пытаетесь эту задачу выполнить, оно занимает очень много времени. И намного дешевле обратиться к человеку, который знает, как это делать. Пускай он вам сделает инструктаж, пропишет за вас план, если вы не хотите, чтобы он за вас делал эту задачу. Но по крайней мере направит вас в нужный ресурс. Я всегда верю в то, что нужно попросить бесплатно советы или платно, если человек не хочет его дать бесплатно, потому что вы будете быстрее продвигаться. Также удалите все вещи, которые просто тратят ваше время зря. Это телевизор, социальные медиа. То есть поставьте себе лимит, что в день я трачу 15 минут на то, чтобы зайти в Facebook, ВКонтакте, в Instagram, проверить, что там делают мои друзья. И я это делаю только вечером, когда я уже устала, может быть перед сном. Еще рекомендую с утра, прежде чем вы начали что-то делать, потратите полчаса на то, чтобы предвидеть ваш день. Каким он будет? Вот в это время я буду делать вот это, вот в это время я буду делать то. И если вы заранее это все запланировали, то у вас уже не будет возможности просто потупить и делать ничего. Потому что у вас как бы уже план есть. То же самое вечером. Посмотрите на свой день и решите, что я сегодня сделала с того, что хотел, на что мне ушло больше времени, что на самом деле заняло две минуты, а я думала, заняло полчаса. И таким образом вы заточите свою способность планировать адекватно и проверять. То есть у вас будет отчетность самому себе. Можете это делать вместе с другом. Потому что каждый вечер вы отправляете друг другу смс-ку. Вот мы это делаем с моей подругой Юлией. Мы пишем друг другу, что мы за сегодняшний день сделали, что приблизило к цели, что не приблизило к цели, что было просто waste of time. И это делать не нужно. И таким образом мы отчитываемся перед другом. Мы также можем учиться, можем друга поддержать. Когда мы пишем друг другу что-то классное, что мы за сегодня сделали, мы обязательно друг другу подтверждаем, что да, это клево, ты молодец. Это очень важно. Если у вас появятся такие друзья, вы сразу поймете, какие друзья вас толкают вперед, а какие вас тянут назад. Это тоже очень важная часть того, чтобы много успевать. Если в вашей жизни есть люди, которые вас обесценивают, не верят в ваши цели, от них нужно избавляться, они понижают ваш уровень энергии, и вы меньше можете сделать. Если есть люди, которые вас подтверждают, говорят, да, ты молодец, я верю в тебя, у тебя все получится. И когда у вас получается, они готовы с вами праздновать и честовать ваши достижения. То за них держитесь и также поддерживайте их достижения. Но в целом, короче, пытайтесь втиснуть ваш день больше, чем вы физически можете сделать. Что-то из этого получится, что-то нет. Но, скорее всего, вы себя удивите, насколько интересно и весело делать больше, чем вы ожидали от себя. Вы начнете расти и видеть кругом возможности. Но и для этого освободите какое-то время вот тех ненужных задач, о которых я говорила, список вы сделаете. Либо вы делаете так, чтобы за вас это делали там друзья, родственники. Вообще, может быть, это делать не надо. Либо вы это делаете за деньги, если вы понимаете, что ваш труд стоит дороже, чем труд человека, который может эту задачу выполнить, тогда вы садитесь и ее детально прописываете и отдаете кому-то на выполнение. Желаю вам успеха, чтобы ваша жизнь была наполнена, когда вы успеете все сдать экзамены, поступить, работать в классной компании, завести семью и еще находить время на себя и на развитие. До встречи! See you! Bye! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода